Всем привет, в этом видео я покажу как бесплатно смотреть фильмы, сериалы и другое видео на телевизорах с функцией Smart, как установить виджеты и настроить телевизоры Samsung, Sony и LG для такого просмотра. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software, перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска, утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Современные смарт-телевизоры многофункциональны и по своим возможностям все больше приближаются к полноценным компьютерам. Все благодаря возможности их подключения к сети и интернету, а также возможности широкого выбора доступного программного обеспечения. Но так как это в первую очередь телевизоры, то их возможности все же ограничены. К примеру, стандартный веб-браузер не поддерживает всех технологий, использующихся на современных веб-страницах, и многие элементы остаются недоступными. Установив дополнительные приложения и виджеты, вы сможете бесплатно смотреть множество фильмов и сериалов, которые отсортированы по году, популярности и собраны в одном приложении. Вам не нужно будет открывать браузер и искать их, здесь вы найдете все новинки кино, доступные в интернете. Приложение ForkPlayer может послужить хорошей альтернативой стандартному веб-браузеру и который имеет больше возможностей. Есть несколько способов установить данное приложение через смену DNS и через установку соответствующего виджета. Сначала давайте разберем первый способ. Для телевизоров Samsung откройте настройки, кнопка Settings на пульте, затем перейдите в Общая, Сеть, Состояние сети и откройте настройки IP. В открывшемся окне в строке Настройка DNS измените его значение с Получать автоматически, навести вручную, а после в строке Сервер DNS укажите следующий адрес и нажмите ОК. Затем перейдите во все приложения Apps и скачайте приложение Русская музыка или же Россия 1 Twiggle, а затем запустите его. Вместо этого приложения у вас должен запуститься ForkPlayer. Теперь осталось только его настроить. Как это сделать я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, ссылка на него будет в описании. Этот способ подойдет для всех серий Samsung Smart TV. Для телевизора Sony нужно нажать кнопку Home на пульте и перейти к установкам. Здесь открыть Настройка сети, просмотр настроек и состояние сети, запомнить IP, маску и шлюз. Затем открыть Настройка сетевого соединения и выбрать Специалист. Далее выбрать Соединение, Проводное или Беспроводное. И на этом этапе нажать Вручную. Теперь здесь нужно ввести IP, маску под сети, шлюз и вписать сюда следующий DNS. Использовать прокси сервер нет. Настройка сети завершена, телевизор успешно подключен к сети. ОК. Теперь возвращаемся на стартовое меню. Открываем все приложения и здесь ищем Opera TV. Здесь в поиске нужно найти приложение WoW TV. Запускаем его. Вместо него должен запуститься ForkPlayer. В котором вы найдете множество фильмов, мультфильмов и сериалов. А также сможете смотреть IPTV. Для телевизора в LG заходим в Настройки, Настройки подключения к интернету, Сеть. Выбираем Проводное или Беспроводное в зависимости от вашего подключения. Открываем Дополнительные настройки, внизу Изменить. Убираем галочку напротив Автоматически и опускаемся к строке Сервер DNS. Далее вводим туда один из этих DNS. Затем открываем LG Store, находим и запускаем одно из таких приложений. Twiggle, Deezer, Vtuner, Первый Автомобильный, Боевики, Триллеры. Вместо запуска этого приложения у вас тоже должен запуститься ForkPlayer. Второй способ – это установка виджетов. Помимо ForkPlayer можно установить и другие, к примеру SmartBox, HD-Resco, D-Store и тому подобные. Официальные виджеты вы сможете найти и установить в SubStore любого из телевизоров. А вот что касается неофициальных, то для телевизоров Samsung вам еще понадобится компьютер и дополнительные ПО, в первую очередь нужно скачать и установить пакет программ на компьютер. Скачиваем Java и Tizen Studio, все ссылки будут в описании. Без Java в Tizen Studio работать не будет, поэтому сначала устанавливаем Java, а уже после Tizen Studio. Обязательно скачивайте в соответствующую версию программы разрядности вашей операционной системы. Запускаем скаченный установщик Tizen Studio, соглашаемся с лицензией. Если нужно, меняем путь установки и жмем Install. После завершения установки Finish. Если вы не сняли здесь отметку, должен запуститься Package Manager. Если же этого не произошло, перейдите в папку с установленной программы, по умолчанию она находится на диске C. Переходим в папку C Tizen Studio Package Manager и здесь запускаем файл Package Manager.exe. Файл для запуска самой программы находится по пути C Tizen Studio IDE Tizen Studio.exe. Деинсталлятор для удаления программы находится в той же папке, что и Package Manager Uninstall.exe. В окне Package Manager оставляем отметку только напротив телевизора, пакета. Затем нажимаем Install напротив Tizen SDK Tools и ждем завершения установки. По завершению, убедившись в том, что все компоненты установлены, напротив каждого должно появиться Delete. Переходим во вкладку Extension SDK. Здесь жмем Install напротив Extras и соглашаемся со всем. Ждем пока скачаются и установятся остальные пакеты Tizen Studio. Тем временем, если вы еще не зарегистрированы на сайте Samsung, перейдите и зарегистрируйтесь. После регистрации нужно узнать IP-адрес компьютера. Для этого откройте Параметры сети Интернет, Центр управления сетями и общим доступом. И здесь нажмите по подключению к локальной сети или Wi-Fi. Откройте сведения и здесь в строке адрес IPv4 будет указан IP-адрес вашего компьютера. Теперь переходим к телевизору, открываем Apps и по очереди жмем на пульте цифры 12345. В появившемся окне выбираем On и жмем Enter. Затем ниже вводим IP-адрес компьютера. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi и нажимаем ОК. После этого вы увидите сообщение о том, что режим разработчика активирован и вам нужно перезагрузить телевизор. Выключите его с пульта и для надежности выдерните вилку секунд на 20-30. Затем включаем его и опять заходим в Apps. Здесь должна появиться надпись Develop Mode. Если вы еще не вошли на телевизоре в свою учетную запись, самое время это сделать. Затем нужно узнать IP-адрес самого телевизора. Для этого открываем настройки Общие Сеть Состояние сети. Здесь выбираем настройки IP и видим адрес телевизора. Возвращаемся к компьютеру. К этому времени установка должна закончиться. Ставим отметку напротив Launch the Tizen Studio и жмем ОК. Лаунч. И в открывшемся окне выбираем Launch Remote Device Manager. Здесь либо жмем плюс и вводим имя и IP-адрес телевизора. Или нажимаем Scan, после чего он должен появиться в этом списке с соответствующим IP-адресом. Соединяем компьютер с телевизором, переведя бегунок в положение On. И закрываем это окно. Теперь нужно создать сертификат. Для этого открываем Tools, Сертификат Manager, Cancel. Далее жмем плюс и выбираем Tizen. Вводим имя сертификата, любое имя. И жмем Next. Здесь ничего не меняем. Здесь вводим произвольные данные, которые постарайтесь запомнить. Здесь без изменений жмем Finish и ОК. Теперь нужно скачать виджеты, которые вы хотите установить себе на телевизор. Поищите их в интернете или перейдите по ссылке в описании. Здесь скачиваем файл с расширением VGT. И переходим в Tizen Studio. Здесь нажимаем File Import. В открывшемся окне выбираем Tizen, Tizen Project и жмем Next. Затем выбираем архив файл, Browse. Указываем путь к скачанному виджету и нажимаем открыть. После Next. Здесь выбираем версию. Ставим галочки напротив Name. А затем жмем Finish. В окне Project Explorer у вас должен появиться файл с названием виджета. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Build Signet Package. А затем еще раз правой кнопкой мыши и посылаем его на телевизор, выбрав Run As Tizen Web Application. После этого на экране телевизора вы увидите установку данного виджета, после которой он сразу же запустится. В приложении SmartBox вы сможете посмотреть все новинки фильмов, мультфильмов и сериалов, доступных в интернете. Теперь оно будет отображаться в приложении. Для удобства его можно добавить на главный экран. Таким же образом можно установить и другие виджеты. К примеру D-Store, Kinokong, HD Kinomir, Tushkan и тому подобные. Для телевизоров LG с WebOS установка виджетов похожа. Для этого тоже понадобится компьютер и дополнительный софт. Первым скачиваем и устанавливаем Java, затем SDK. Распаковываем скачанный архив SDK и запускаем Installer.exe. Соглашаемся с правилами и жмем install. После окончания установки соглашаемся на перезагрузку. Затем переходим по этому пути и запускаем Component Manager. Устанавливаем CLI IDE Sublime Plugin. Далее скачиваем программу Git и устанавливаем по умолчанию. Ничего не меняя нажимаем несколько раз кнопку Next и Install. Далее на телевизоре нужно включить режим разработчика. В первую очередь регистрируемся на сайте LG. Нажимаем вверху сайта Sign in Create Account. Выбираем свою страну, соглашаемся с условиями, вводим свою почту и остальные данные. После регистрации нужно зайти на почту и подтвердить аккаунт. Завершив регистрацию, заходим на телевизоре в LG Store и входим в созданный аккаунт. В поиске ищем приложение Develop Mode и устанавливаем его. Запускаем установленное приложение и вводим логин и пароль, который регистрировали ранее на сайте LG. Переводим DevMode Status в состояние On. В появившемся сообщении телевизор попросит перезагрузиться. Нажимаем кнопку Restart. После перезапуска снова заходим в приложение Develop Mode. Переводим кейс сервер в состояние On. Теперь переходим к компьютеру и запускаем WebOS TV IDE. Создаем новый проект New WebOS Project. В открывшемся окне вводим Project Name без пробелов и только латиницей. Выбираем Project Template – Project WebUp и нажимаем Finish. Скачиваем приложение Gets TV или другие для LG Smart TV. Открываем архив и перетаскиваем все файлы в созданный проект. В правом нижнем углу окна переходим во вкладку Target Configuration и нажимаем иконку New Connection. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi. В появившемся окне в поле Device Type выбираем LG Smart TV. В поле IP-адрес указываем адрес из приложения Develop Mode и нажимаем Finish. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на добавленное устройство и выбираем Properties. В появившемся окне в этом поле вводим значение из такого же поля в приложении Develop Mode. Нажимаем кнопку Apply и OK. Далее снова нажимаем правой кнопкой на добавленное устройство и выбираем Connect. Сюда вводим ключевую фразу и жмем Finish. Отправляем приложение на телевизор, нажав правой кнопкой мыши на название проекта Run As WebOS Application. В появившемся окне в строке Target выбираем подключенный ранее телевизор и нажимаем Apply, Run. Ждем пока приложение установится на телевизор и автоматически запустится. Выходим и видим в списке установленные приложения. Здесь вы всегда найдете последние новинки видео, доступные в интернете, а также сможете смотреть IPTV. А на этом все, надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok